Большинство сказаний народов планеты подозрительно похожи в одном повторяющемся сюжете, в котором говорится о злом драконе, с которым приходилось постоянно биться, чтобы не отдавать ему молодых женщин и не платить дань. Всем привет! С вами Фенимор. Драконы эти, как вы уже поняли, и есть те самые рептоиды или рептилоиды. Как утверждают древние источники, землю пытались много раз колонизировать и другие виды пришельцев из звездной системы Сириуса. Они были рогатыми гуманоидами. Интересно, но в период между 10 и 3 тысячелетиям до нашей эры практически у всех народов одновременно египтян, шумеров, китайцев, майя, жителей Крайнего Севера и австралийских аборигенов вдруг появляются практически одинаковые изображения драконов. В письменных источниках египтян, китайцев, тибетцев, американских индейцев, всех европейских народов появляется упоминание о господстве на земле драконов. Эти неизвестно откуда появившиеся драконы объявили себя богами на планете. Жрецы приносили им в жертву священных животных и людей. Даже у североамериканских индейцев сохранились такие легенды о нашествии на землю чудовищ драконов, которые практически полностью уничтожили всю цивилизацию их предков. Все сказания народов планеты очень похожи в одном повторяющемся сюжете о злом драконе, с которым приходилось сражаться, чтобы не платить дань и не отдавать ему своих молодых женщин. Все исследования древних цивилизаций сходятся в одном мнении, что драконовская тема в культуре многих народов мира объясняется появлением агрессивных рептоидов из звездной системы Сириуса на земле. Важно заметить, что именно разумным рептоидам своим расцветом обязана арийская раса всего человечества. Конечно, ранние арийцы вовсе не отрисали свои тесные связи с этими звездными пришельцами. Они писали и говорили о том, что их далекие предки пришли именно со звезды Сириус. Древнеиндийский эпос Махатбхарата и древнекитайская Фэньшэнь достоверно описывают жестокую войну с применением биологического, лучевого и даже ядерного оружия. Передел земли и влияние вели между собой соперничающие династии и кланы древних арийцев. Войны потому и были такими жестокими, так как одной из воюющих сторон помогали в этом сами боги. По этим преданиям отчетливо видно, что все эти описываемые ужасные события происходили в 11 тысячелетии до нашей эры. Может показаться очень странным, но в то же самое время эти странные боги помогали Яхве везти детей Израиля по пустыне, а грекам во время осады Трои. Есть веские основания, конечно же, полагать, что Яхве под именем Индры помог первым арийцам победить остатки цивилизации асуров, которые являлись учителями с Венеры, неся человечеству свое культурное и историческое наследие. В Китае почитание драконов возвели в особый ранг культа после описываемых событий. Посвященные поднебесной Конфуции, Лао Цзи считали, что небесный дракон был прародителем первой династии божественных императоров Китая. Драконы успешно применяли гипноз, двигали горы, владели телепатией, были практически неуязвимы для оружия простых смертных. Они очень любили молодых женщин, много ели и пили, при этом оставаясь вечно молодыми. Согласно легендам, они обитали в сказочных дворцах на дне моря, где втайне поклонялись своему загадочному звездному властелину. Конечно же, еще несомненным свидетельством пребывания рептоидов-пришельцев на Земле являются найденные странного вида черепа по всему свету. От человеческих они отличаются лишь меньшим размером, чуть больше мужского кулака и гребнем на макушке головы, похожим на гребень некоторых видах присмыкающихся и земноводных. Сохранилось донесение испанских конкистадоров испанскому королю, в котором сообщалось об обнаружении племени хвостатых людей в Северной Америке. Конечно, я не могу сейчас уверенно сказать, что конкретно помешало стать рептоидам, которые использовали первых арийцев в качестве марионеток, стать полновластными хозяевами Земли. Скорее всего, их преждевременный уход с арены исторических событий был обусловлен биологическими, вирусными, инфекциями и генетическими вырождениями вследствие неравнодушия к дочерям человеческим. Последнее упоминание о существовании сильно мутированных пришельцев Сириуса относится ко временам Ивана Грозного, когда ушла под землю чуть белоглазая, прозванная так за наличие третьего века, как у присмыкающихся. Это очень загадочный народ российского севера. Конечно же, можно считать совершенно точно одно, они внесли существенные изменения на нашей планете. Их культурным и генетическим предкам, злобных драконов, частично удалось добиться своего. Сомневаетесь? Вот вам доказательства. Им удалось полностью разобщить все человечество, вводя упорабощенных народов планеты, государства и свои денежные системы, а также расставщичество и невидимое рабство. Одновременно с рептоидами, как мы видим из древних источников, Землю пытались колонизировать и другие пришельцы из звездной системы Сириуса. Это были рогатые гуманоиды. В мифах африканского племени догонов, живущих в Сомали и имеющих внеземные астрономические знания, сохранились сведения об инопланетной цивилизации, находящейся в системе планет Сириуса. Интересно, но описание космических пришельцев у догонов напоминает больше рогатых и хвостатых чертей, чем людей. Не отсюда ли идут истоки и ныне здравствующего культа рогатого дьявола? Археологи и сейчас находят черепа рогатых людей, тавров. Рога, по преданию, также украшали легендарного родоначальника древнеегипетской цивилизации, Тота. Во многих древних захоронениях в разных уголках планеты ученые постоянно находят статуэтки рогатых антропоморфных существ. Из легенд древней Греции нам хорошо известно, что минотавр тоже был рогатым монстром, обитавшим в подземелье. В мифах древнего Китая говорится о сынах неба, которые были также рогатыми божествами. Китайский прародитель человечества легендарный Фусин, а у индусов он хорошо известен как Вьяса, всегда изображался только с рогами. Вообще, согласно древним источникам, рога появляются у тех, кто имел хоть какую-то связь с богами, но затем потерял их вследствие измены. Тайноведческая наука утверждает, что у великих посвященных Тота, Будды, Христа, Моисея, Зараастры, особо чувствительные люди наблюдали два луча, уходящих от головы вверх. При их разрыве происходит появление пучков света в физическом мире и появляются хорошо знакомые нам рога. Точно неизвестно, конечно, с какой конкретной целью прибыли на Землю эти рогатые гуманоиды. Во всяком случае, в мифах и легендах народов мира не говорится о кровопролитных войнах с этой разумной расой и звездной системой Сириуса. Больше сообщается о их нелюдимости и сравнительно редких контактах с землянами. Последнее упоминание о рогатых относится к 490 году до нашей эры, когда гонец Филиппид во время своего легендарного марафонского бега встретил волосатого и рогатого пана, а также к 87 году нашей эры, когда по сообщению Плутарха римские воины встретили в Греции жалкого и бестолкового рогатого сатира. По всей видимости, рогатые гуманоиды не прижились на Земле по тем же причинам, что их агрессивные соседи рептоиды из звездной системы Сириуса. Также легенды и предания о рогатых властелинах были распространены в средние века в Скандинавии, Германии и Британии. К примеру, король-олень, норманы, тефтонские и британские рыцари долго украшали свои шлемы рогами как символом избранности и расположения богов. К сожалению, я не могу сказать ничего определенного о возможных космических контактах современного человечества. Этим вплотную занимается полуофициальная научная дисциплина уфологии, которая в наше время находится на стадии собирания и описания фактов. Представляется, что развернутая картина современного влияния космических пришельцев на жизнь земного человечества сможет дать палеоастронавтика будущего. А что касается древних контактов человечества с инопланетянами, о которых шла речь выше, здесь я полностью поддержал и развил точку зрения тех беспристрастных исследователей, которые считают, что вся культура земного человечества просто пропитана следами былых визитов космических пришельцев. Так как же выглядят рептилоиды на самом деле? Как правило, это более высокие существа порядка 2,4 метра, более мускулистое телосложение, чем у человека, покрытое чешуей кожа, конусообразные черепа, их глаза зеленого цвета, с узкими зрачками, щелевидными либо миндалевидными, слабозаметные уши и полное их отсутствие, трехпалые руки с когтями на пальцах или без них, широкие челюсти, наличие хвоста, хотя он может и отсутствовать, либо быть скрытым в теле. Так где же тогда обитают до сих пор эти самые рептилоиды? Обычно это разветвленная система подземных сооружений, другие планеты или космические корабли. Иногда они встречаются в других измерениях, а также часто в различных труднодоступных местах на планете. Способности, доступные рептилоидам, могут широко варьироваться, однако, наиболее часто упоминается их перевоплощение, способность принимать внешний вид любого человека, что обеспечивает им незаметное внедрение в человеческое общество. Такое превращение достигается изменением формы тела и цвета кожи или с применением высоких технологий для полного покрытия своего тела человеческой кожей. Наука рептилоидов находится на гораздо более высоком уровне развития, нежели человеческое. Другие способности рептилоидов включают в себя телепатию, перемещение между измерениями, установление контроля над чужим разумом, а также недоступные людям коммуникации с помощью ультразвука, отсутствие каких-либо эмоций или представлений о морали. Сверхчеловеческая физическая сила, быстрая регенерация организма, владение технологий клонирования. Так как же тогда строятся взаимоотношения рептилий с людьми? На основании источников можно выделить несколько основных подходов к отношению рептилоидов к людям. Рептилоиды хотят поработить человечество, поскольку нуждаются в людях. Они не заинтересованы в полном уничтожении человечества по многим причинам и используют людей для воспроизводства себе подобных. Поэтому они нуждаются в человеческих ресурсах. А развязывание войны для них крайне невыгодно. Еще они подпитываются энергией от негативных эмоций человека. Люди нужны им, чтобы обогатить свои собственные ДНК. Но все же, несмотря на их фантастические возможности, рептилоиды рассматривают людей как реальную угрозу. Также предполагается, что именно рептилоиды когда-то создали все человечество с помощью своей генной инженерии или иным образом способствовали появлению людей. Так как же распознать рептилоида? Потенциального рептилоида можно опознать по определенным явным отличительным чертам. Обычно это люди со светлой кожей, с пронзительным взглядом и глазами зеленого или голубого цвета. Хотя ящеры способны изменять их оттенок. У рептилоида низкое кровяное давление, а на теле могут быть шрамы необъяснимого происхождения. Поскольку анунаки маскируются под людей, следует присматриваться к поведению подозреваемых. Рептилоиды и полукровки обычно не демонстрируют эмпатию, не способны на любовь и очень умны увлекаются наукой и космосом. К тому же стоит внимательно изучить видео человека, которого подозревают в том, что он ящер. Иногда в некоторых роликах маскировка не срабатывает и можно увидеть вертикальные зрачки или чешуйчатую кожу и некоторые не совсем обычные детали. Если вдруг вы станете свидетелем чего-нибудь подобного и случайно снимете это на свои камеры, присылайте в нашу студию свой материал. Посмотрим на него все вместе. Напишите, что вы думаете об этом. спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok